Всем привет! Всем привет! Вы на канале Лиска и Китти? Да! Сегодня мы с Алисой изучим буковку Ю! Да! Покажи буковку! Вот такую буковку Ю мы сегодня изучим! Доча, а какие ты знаешь слова на букву Ю? Юла! Юла, правильно! Сказ! Детская игрушка есть, Юла! Покажи, как Юла крутится! Вот так прямо! Ничего себе! Как интересно крутится Юла! А у нее у меня косички! Ой, какие у тебя симпатичные косички! И еще в задней косички! И тут Бубенчи! 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 А еще есть слово Юрок! Знаешь, кто это? Умно! Это птичка маленькая! Берли! Юбка! Юбка! На букву Ю! Юбки бывают и длинные, и короткие! Разные-разные! Юнга! Юнга! Молодец! Вот такие есть слова на букву Ю! Ребята, а какие вы знаете слова на букву Ю? Напишите в комментариях! Открыли первую книжечку, ищем букву Ю! Посмотри, здесь есть буква Ю! Юнга! Нету! Правильно! Дальше смотрим! Нету! Молодец! А здесь? Юнга! Нету! Нету! Правильно! Дальше! Юнга! Умничка! Тут смотрим! Юнга! Нету! Юнга! А здесь? Нету! Нету! Точно? Нету! Молодец! А здесь? Юнга! Ой! Ничего себе! Нашла Лизка букву Ю! Все-все нашли букву Ю! Давай сначала найдем кнопочку с буквой Ю, а потом задание почитаем! Где кнопочка с буквой Ю? Ищите! Буква Ю! Буква Ю Юла! Буква Ю Юла! Буква Ю Юла! Веселая такая музычка! Буква Ю Юла! Читаем задание! На картинке что нарисовано? Юла! Покажи букву Ю в слове тюльпаны! Найди эти цветы на картинке! Цветы на картинке? Сначала покажи букву Ю в слове тюльпаны. Молодчиночка. А теперь найди тюльпаны на картинке. Сколько тюльпанов нашла Скай? Она три на слое. Правильно, три тюльпана на картинке. А они непонятно. Эй, ты что, гусени сустои на слое, а ты, я пока не сустои. А они неправильно. В этой книжечке Алиса уже выполнила задание. Переходим к следующей. Надо найти слово, которое начинается на букву Ю, и сказать, что на картинке нарисовано. Ищем. Слово какое? Юла. Юла, правильно. Оно начинается с какой буквы? Ю. Совершенно правильно. И нарисована Юла. Теперь найдем наклечку, букву Ю. Наклечка, наклечка. Промахнула, что ли? Да. Молодец, Кайя нашла букву Ю. Молодец, Алиса со своими зверюшками все задания в этой книжечке выполнила. Переходим к следующим заданиям. Найди букву Ю и скажи, что на картинке нарисовано. Та-дам! Пойдя ее! Вот она, буквочка. Юла. Молоденько, быстренько нашла. Юла начинается на букву Ю. Смотрим в этом слове. Есть буква Ю? Есть. Правильно. А в этом слове? Нету. Молодец. Следующее слово смотрим. Не, 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 нету. Правильно. И еще одно слово. Есть. Где? Молодцы. Попугайчик, попугайчик. Я сейчас сюда. Это вообще-то не попугайчик, а индюк. Заяц залез на индюка. Кота меня. Найди букву Ю. Правильно. Нашла букву Ю. Скай. Одна. Правильно. Одна буквочка Ю. Найди букву Ю. Сколько здесь буквочек Ю? Три. Молодцы. Все угадали. Все угадали. Найди букву Ю. Нету. Это крабик. Говорит, нету. Это не краб, а осьминожка. Это осьминожка. А, осьминожка. Говорит, нету. Давайте посмотрим. Молодчинка, осьминожка. Здесь буквы Ю нету. А они не справились с заданием. А теперь я прочитаю сказку про букву Ю. Есть! Ниже буквы Э жила буква Ю. Буква Ю любила путешествовать. И поэтому работала юнгой на большом корабле. Она уже побывала во многих городах и странах. Из каждого уголка мира, где она путешествовала, привозила ювелирные изделия. Уже очень она любила всякие разные украшения. А в путешествиях ее всегда сопровождал ее питомец птичка Юрок. Это такая маленькая шустрая птичка, как воробушек. Маленькая? Да, маленькая красивенькая птичка. Юрок очень любил сидеть у буквы Ю на плече и начерикивать какую-нибудь песенку. Чик-чирик, чик-чирик. Чик-чирик я иду. И вот в очередной раз корабль шел полным ходом. А буква Ю с Юрком на плече прогуливались важно по палубе. Плыли они уже очень долго. И вот, наконец-то, показалась земля. Но это была не просто земля. Она была вся в снегу. Снежная страна. Это был Северный полюс. Представляешь? Как они тогда его забывались? Да, у них там все-все в снегу. И Юрком на полюсе. И Ют. Да, и Ют. Ура, земля! Воскликнула радостно буква Ю. И Юрок счастливее запрыгал у нее на плече. Что же мы отсюда привезем? Здесь же повсюду снег. Но вряд ли здесь будут украшения. Сказала немного расстроенная буква Ю. Сошли они на берег, смотрят, а повсюду стоят юрты. И в них живут здешние буквы. Буквы снежной страны обрадовались чужеземцам. Пригласили букву Ю и ее питомца на чай. Расспрашивали, где они живут, что там да как. Когда буква Ю все им рассказала, она задала свой самый главный вопрос. Макой! А у вас в вашей снежной стране есть ли какие-нибудь украшения ювелирные? Конечно, нет. Да, конечно, сказала одна из здешних букв. У нас в ледяной ювелирной лавке продаются потрясающие красоты ювелирные изделия. Вставляешь? Ага. У них есть ювелирная лавка с ледяными украшениями. Так и думаю, что это. Ура! Это просто чудесно! Воскликнула буква Ю. Я бы хотела на них посмотреть. И ее проводили к ювелирной лавке. Как только она вошла в лавку и увидела, что там продается, ее просто поразили небывалой красоты ледяные украшения. Такого она еще нигде никогда не видела. Полюбовались они какое-то время этой красотой. Выбрала буква Ю себе самое великолепное жерелье. А ну, а сырое? Не, просто. Погостили они немного в снежной стране, попрощались здешними буквами и отправились домой. Ледяное украшение буква Ю поставила в красивой коробочке на стол в своей каюте. И прилегла немного отдохнуть и уснула. Прошло время, и буква Ю проснулась. Смотрит, а на столе, где стоит коробочка, откуда-то появилась вода. Удивилась она, пожала плечами, убрала воду и пошла по своим делам. Через несколько дней корабль прибыл в родную страну Алфавин. Взяла буквою красивую коробочку, где лежало жерелье, и сошла на берег. Созвала она своих друзей, чтобы показать, какое она украшение привезла. Похвастаться. Из этой снежной страны я привезла потрясающее жерелье, которое лежит в этой коробочке. Закончила она свой рассказ. Друзья буквы оживились. Давай скорее показывай, почти в один голос, сказали они. Скорей, скорее, открыла буквою коробочку, гордясь своей покупкой. Все буквы замерли от удивления и разочарования. Буквою тоже посмотрела на коробочку и ахнула. В красивой коробочке ничего не было, она оказалась пустой. Она оставила. О боже, где мое великолепное ожерелье, расстроилась буквою. Буквы уставились на нее, и вдруг буквою все поняла. Простите меня, мои друзья, что я вас ввела в заблуждение. Ожерелье мое растаяло, оно же было ледяное. А я хранила его в теплой каюте. Это моя ошибка. Помнишь, водичку она увидела на столе, когда проснулась? Сразу не догадалась. Посочувствовали ей буквы и разошлись по своим квартирам. В следующий раз я поступлю по-другому и обязательно привезу ледяное украшение и покажу друзьям, сказала она и легла спать отдыхать. Настал день, когда корабль опять прибыл в снежную страну. Буквою выбрала в ювелирной лавке, а ожерелье еще красивее, чем прежнее. И принесла она его в свою каюту и положила куда? В холодное место. В холодильник. Вот теперь ожерелье точно прибудет ко мне домой в целости и сохранности. А что, на кровь я в холодильник? Ну, конечно, есть. Когда буквою созвала опять своих друзей к себе и открыла красивую коробочку, и в ней сияло восхитительное ожерелье. И все буквы ахнули от такой потрясающей красоты. Это просто великолепно, потрясающе, сногсшибательно, чудесно восклицали они. Какая же ты молодец, буквою, что привезла и показала такое необычное украшение. Мы такого никогда еще нигде не видели. А буквою, довольно счастливая, стояла и радовалась этим комплиментом. Полюбовались буквы еще немного великолепным ожерельем и разошлись. Буквою, радостная, легла спать. И приснился ей волшебный сон про снежную страну с ледяными разноцветными домами, деревьями. И все-все было в той стране ледяное и разноцветное. Представляешь, как красиво. Разноцветный лед. Да, разноцветный лед, красиво. Тихо шел разноцветный снег. И буквою счастливая гуляла по городу любую с сверкающими снежинками. Радуюсь, что в жизни есть такие прекрасные моменты. Тюси. О, не тюси. Как тебе сказка понравилась? Прикольная? Ой, тюси-тюси. Мне тоже очень понравилась сказка. Изучили мы с Алисой сегодня буквочку Ю. Покажи, где буквочка. Вот такую буквочку Ю мы сегодня изучили. Алиска, ты где? Отписывайтесь на голос, так скидайте. Пока-пока. Пока-пока. Изучайте с нами буквочки. Пока-пока. Пока-пока.